Всем привет, мои дорогие друзья! Речь, как всегда, пойдет у меня о работе. Сегодня я хочу вам рассказать вот что. Про своих реальных друзей, про своих родственников и знакомых соседей, которые недовольны своей жизнью и недовольны работой. У меня есть подруга, с которой мы знакомы уже 25 лет. Она живет в Иркутской области. У нее трое детей, и они живут в комнате, в общежитии с тремя детьми и с мужем. Она работает уборщицей, хотя образование у нее педагогическое и мечтает переехать хотя бы в двухкомнатную квартиру из этой комнаты, где в кухне вонь, где живут наркоманы и алкаши. Работает она в школе, получает 8,5 тысяч рублей и работает она в аптеке, подрабатывает. Там ей доплачивают еще 10 тысяч рублей. В Иркутской области цены немного на продукты повыше. На троих детей у нее уходит, естественно, вся зарплата. Как она купит себе какое-то жилье. Даже квартира в деревянном доме, надо, если продать комнату, доплачивать еще примерно 350-400 тысяч рублей. Она говорит, где их взять. И в своей жизни ничего менять не хочет. Вернее, она хочет менять. Она искала работу курьером. Тоже примерно около 8 тысяч рублей работа курьером. Работала она воспитателем. Примерно такая же зарплата, может быть, чуть-чуть повыше, чем она работает уборщицей и вахтером. Я говорю ей, иди в проект. Она знает, что я работала и работаю в проекте Холлборд уже третий год. Она боится. Она верит, знает и видит. Все мои переводы она видит, потому что мы с ней знакомы уже 25 лет. Что я получаю переводы и вывожу их на карточку. И то, что я из малой семейки, которая у меня была, то есть малогабаритная квартира, переехала 2 месяца назад в 2-комнатную квартиру. Сделала тут ремонт, обставила квартиру мебелью. И было у меня 4 отпуска за лето. Если вы сомневаетесь, зайдите на мою страницу в Одноклассниках Ирина Агапова, Ростов-на-Дону, и посмотрите все мои фотографии отпуска и фотоальбома. Как я отдыхала. Второй пример. Моя соседка из малой семейки, не буду называть фамилии, устроилась еще 2 года назад, в 2013 году, когда я пошла в проект Холлборд, она устроилась на кондитерскую фабрику. Меня у нее еще тогда спросило, говорю, сколько ты получаешь? Она говорит, у меня зарплата 12 тысяч рублей. Женщине больше 40 лет. И смены у нее ночные. Ночные и дневные. Естественно, когда приходишь с ночной смены, тебе надо полдня поспать, еще и кушать приготовить для семьи, с ребенком уроки проверить. И биоритмы никто не отменял. Человек должен ночью спать, а днем должен работать. Я считаю, что работа должна приносить удовольствие. Тебе должно быть приятно работать. Второе. Работать надо на себя и обогащать себя и свою семью. В-третьих. Человек должен обязательно высыпаться, а не заводить себе будильник. Для меня это вообще. Я не могу утром вставать. Дальше. И четвертое. То есть это, наверное, первое должно было быть. Она должна устраивать по зарплате. Я себе зарплату выбираю сама. То есть не потопаешь, не полопаешь. Или вы строите себе команду, года за два, наверное. Потом получаете уже пассивный доход. Ну, так как я человек активный, я уже не могу без интернет-бизнеса. Поэтому я принимаю участие в проектах. Третий пример. Я бывший педагог. Я заканчивала педагогический колледж. И моя подруга, мы с ней за одной портой сидели. Она работает уже по окончанию педагогического колледжа. Работает уже 17 лет учительницей. В школе, где я живу. Я у нее спрашиваю, какая у тебя зарплата. У нее еще высшее образование. Она после педучилища пошла еще, закончила педагогический институт. У нее стаж 17 лет. Она говорит, я получаю оклад, у меня 8,5 тысяч рублей. Мне, говорит, доплачивают еще за тетради, за проверку тетради, за классное руководство. 8,5 тысяч. Кошмар. Еще, говорит, я сопровождаю школьный автобус. Мне доплачивают за это 2 тысячи рублей. Так как она во вторую смену ведет уроки, а школьный автобус у нас сопровождает с утра. У нее получается полный рабочий день с утра до вечера. Потому что сопроводить школьный автобус, надо еще вернуться, дома пообедать, взять сумку с тетрадками и пойти еще в школу. Там провести уроки, дома написать еще планы. Я работала 2 года в школе. Я знаю, что требуют с тебя столько, а зарплату платят, как будто они там платят 1500. Вот. Вопрос такой к вам, мои дорогие зрители. Почему вы не хотите менять в своей жизни? Если вас не устраивает ваша работа, так меняйте. Я помогу вам в этом. Вы думаете, что вы не коммуникабельны? У вас потом будет язык подвешен. Научу, расскажу, как надо действовать. Продам программу, которая будет за вас в социальных сетях приглашать. А вы будете заниматься своими делами, получать денежки, приходить и разгребать все смс, которые вам придут в течение дня. Кто-то говорит, что это не мое. Выбирать вам, если вам нравится 40 лет ходить на работу и обогащать дядю, не меняйте в своей жизни ничего. Живите в тех условиях, в тех квартирах, в которых вы живете, с тем же ремонтом, с той же мебелью, значит, вас это устраивает. Делайте выводы. Всего доброго.